Трудовая победа. 2-0. Хорошие голы сработали организованно в обороне общекомандной. Безусловно, нельзя разделять кого-то по отдельности в этой успехе. Важно, что не пропустили. Батте в последних матчах показал себя с точки зрения атакующего потенциала очень прилично. Поэтому мы готовились серьезнейшим образом, чтобы нейтрализовать сильные стороны команды с точки зрения атакующего потенциала. Поэтому в этом плане я считаю, что общекомандная работа сегодня на отлично. Да, не обошлось без опасностей, но было бы, наверное, очень удивительно, если бы Батте на своем поле, на Борисов арене не создавал совсем опасности у наших ворот. А так, в целом, еще раз говорю, то, что мы организованно сработали, может быть, в какой-то степени показалось, что соперник больше контролировал мяч с точки зрения ведения игры. Но поострее мы были, конечно же, и два забитых гола, и плюс создание голевых ситуаций, которые у нас были в первом тайме, во втором, поспособствовали, скажем так, конечному итоговому победному результату. Спасибо. Пожалуйста, вопросы. Петр Зайдев, Улубаев, Вадим Викторович, сегодня вы слева использовали подстрелова, а не Адеолу. Рассчитывали на его какую-то мотивацию, Дмитрия? Борисов или, может быть, он лучше себя показал в недельном цепи на тренировках? Ну, здесь по совокупности я скажу, что да. И этот момент тоже не исключаю, не буду скрывать, понимая, что Дима играл в прошлом году в Батте и неплохо играл. Вот, поэтому с этой точки зрения я имел с ним беседу, и так его за 3-4 дня уже до игры сказал о том, что, Дима, у тебя вероятность того сыграть в стартовом составе достаточно высока. Поэтому готовься серьезнейшим образом, и возможно, что выйдешь в стартовом составе. Заслужил и тренировками, и отношениям, и ментальностью своей. Ну, и забил гол, как мне показалось, такой трудовой. Закрыл по створу ворот, фланговую подачу, подключение селя, вывод. Ну, и не отпраздновал, наверное, в дань того, что в прошлом году был в футбольном клубе Батте. Еще вопрос. Есть ли какая-нибудь предварительная информация по поводу Бигунова? Ну, как в таких случаях принято говорить, только медицинские обследования, МРТ покажет серьезность травмы. Ну, так, по ощущениям, Роман очень парень, который не будет, скажем так, говорить какие-то моменты с точки зрения там серьезности. Да, ну, понятно, что боковая связка, быстрее всего, повреждения есть. Вопрос, на какой степени повреждения. Хотелось бы, чтобы ненадолго Роман выпал. Еще вопрос. Стивен Альфред, добавился в тренировочную процессу. Можете подписывать игрокам? Ну, Стивен Альфред находится в тренировочном процессе в нашей команде. Да, есть еще вопросы, связанные с медицинским осмотром. Какие-то юридические моменты для подписания контракта. Так, да, в этом отношении мы продвигаемся. Сегодня вышли на первое место. И какие ваши эмоции? Ну, мои эмоции после 30-го тура. Если мы окажемся на первом месте, вот тогда увидите эмоции. А сейчас игра, да, можно сказать, нерядовая игра. Батте-Динамо – это всегда повышенный градус. Обе команды всегда хотят, ну, по крайней мере, в конкретном матче оказаться победителем. Ну, это, я думаю, не секретно для кого. Поэтому в этом отношении, ну, заслуженные три очка, на мой взгляд, да. Ну, а уже именно с точки зрения дальнейшей турнирной борьбы, ну, рано о чем-то говорить. Поэтому двигаемся дальше. Вот только если после 30-го тура будем на первом месте, тогда можно сказать, что мы сработали отлично.